Сказочная повесть «Учитель Вранья» Харитонов Марк Сергеевич, история «Первая пропавшая девочка», глава пятая, про девочку, которая потерялась во время игры в прятки. Все дети любят играть, чтобы было интересно и весело. Выиграешь – интересно, проиграешь – жаль, но всё же интересно. А некоторым интересно только выигрывать. В прятках, например, они не любят водить. Они хотят только прятаться, да так, чтобы их никогда не нашли. И вот одна девочка спряталась так, что её даже искать перестали. Даже забыли, что она не выручилась. Убежали на другой двор играть другую игру, а она всё не выходит. Только один мальчик про неё вспомнил и решил позвать. Он один заметил, куда она спряталась, но не хотел выдавать, потому что она нечестно спряталась. Там во дворе было одно место, куда взрослые не разрешали ходить. Такой погреб, засыпанный землёй с деревянной дверцей. «Как у нас?» – встрепенулся Тим. «Похоже было, что это действительно заправдочная история. У нас на даче такой. Нам тоже туда не разрешают», – добавила Таська. «И правильно, что не разрешают», – сказал учитель. «Даже не заглядывайте туда». Но мальчик видел, как она сумела приоткрыть дверцу и спрятаться за ней. Подумал, может, она там заснула. Подошёл, стал звать. Никто не отвечает. Я отодвинул дверь. Вошёл в погреб. «Вы?» – вскрикнули оба одновременно. «Почему я? Мальчик?» «Но вы же сказали «я». А, забыл предупредить. У него, представьте, было такое странное имя – «я». Тим хотел сказать, как Таська. Таких имён не бывает. Но промолчал. «Ну вот, вошёл я в погреб. После света ничего сначала не было видно. Потом я различил ступени. Они вели вниз, под землю. Внизу была ещё одна дверца». «Точно как у нас!» – опять не выдержала Таська. «Не перебивай, пожалуйста, а то мне так до вечера не рассказать». «Ай, в последний раз!» Я спустился по ступенькам, приоткрыл вторую дверь. За ней тоже никого не было. Валялся сломанный ящик, корзины без ручки, стеклянные банки. Но я же видел, как девочка скрылась за дверцей, а обратно не выходила. Позвал опять. Никакого ответа. Кругом темнота, а где-то дальше в глубине брежил как будто свет. Я прошёл на ощупь ещё немного. Становилось действительно светлей. Хотя откуда шёл свет, было пока непонятно. Там дальше начинался ход. «Подземный?» «Ты, кажется, обещала. Ой, больше не буду. Самый последний раз». «Конечно, подземный. Было страшновато. Что говорить? Я готов был уже вернуться, но потом подумал. Девчонка пошла, а я испугаюсь». А что она пошла, можно было не сомневаться. Девочки бывают, конечно, трусихами, но зато они упрямы и любопытны. А любопытство бывает сильнее страха. Скоро стало понятно, откуда шёл свет. Все стены оказались покрыты светляками, маленькими, как точки. Чем дальше, тем их становилось больше. В одном месте ход раздваивался. Я подумал, подумал и пошёл направо. Потом ход даже расстроил, вот не знаю, как сказать. В общем, стало три хода. Я пошёл по среднему и снова упёрся в маленькую дверцу. Толкнул её, дверца открылась. Я вышел на белый свет и оказался на городской площади. Субтитры создавал DimaTorzok